Всем привет дорогие друзья, с вами снова Зарабабай, сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется The Planet Crafter. Это симулятор выживания на безжизненной планете с терраформированием, крафтингом и открытым миром. Игра поддерживает кооператив до 10 игроков. Наша задача сделать бесплодную планету, пригодной для заселения. Мы с вами будем строить базу, создавать биосферу, начав с кислорода, тепла и давления. Игра вышла 10 апреля этого года, у нее крайне положительные отзывы в стиме. На канале уже была демо-версия этой игры. Когда планировался выход игры, я запрашивал ключик, но ключики мне отказали, а буквально недавно ключик почему-то предоставили. Ну окей, думаю, раз предоставили, так предоставили, почему бы нам в принципе не посмотреть на релизную версию. Прохожения полного не будет, только вот первый взгляд, поехали. Буду очень рад вашим лайкам и комментариям, ну а мы начинаем, всем приятного просмотра. Играть. Итак, ошибка файла, какие-то всякие непонятные эти, все это мы дело удаляем. Возможно это файлы, которые остались в демо-версии, начинаем новую игру. Так, имя. ZAR. Режим игры. Обычный, напряженный, хардкор, творческий, индивидуальный. Ну пусть будет обычный. Что можно тут поменять? Место высадки, режим игры, последствия смерти. Всякие темпы, бесплатное средство открыто, все, доступны автокрафтеры, доступны дроны. Это мы ничего применять не будем, все остается так как есть. Поехали, создать. Загрузить. Все как всегда начинается с жесткой посадки, да? Так, письмецо. Изготовить рюкзак Т1, экипировать рюкзак Т1, изготовить кислородный баллон, изготовить микрочип строительства. Давайте почитаем, наверное, письмецо. Добро пожаловать на назначенную вам планету. Ваша миссия ускорить процесс терфермирования этого мира. Для этого создайте кислород, тепло и давление. Сначала достигните индекса терфермирования ТИ. 175 тысяч. Создайте голубую атмосферу. Хорошо, письмо получено, почти прочитано. И давайте смотреть, что у нас здесь есть в ящике. Так, семя лирмы нам сейчас не надо. Космопаек, еда пригодится всегда. Кислородная капсула. Ну и пару упаковочек я возьму. Итак, изготовить рюкзак. Ну, вроде, в принципе, то же самое, как в ДМКе. Только единственное, что здесь очень много рассыпано ресурсов. Я не помню. По-моему, тоже было, но вот так вот ляписто не было. Немножечко было по-другому. Так, изготовить рюкзак Т1. Мне нужно два железа. Пошли собирать железом. Сначала надо понять, что из вас с железом. Железом. Сколько я собрал, интересно? Одном. Вот еще одно. Замечательно. Пойдем изготовим рюкзачок. Изготовить есть. Осталось понять, как только его экипировать. Отлично. Можно экипировать. Ага. Это я выбросил. Понятно. Это не то. Ага. Просто нажать. Я думал, просто перетащить надо каким-то образом. Но нет. Дальше. Изготовить кислородный баллон. Кислородный баллон. Нам нужно два кобальта. Кобальт это как раз этот вот синенький. Благо все рядышком, поэтому мы быстренько это пособираем. Ну, вроде начальное задание, но одинаково то же самое, как и в демке было. Насколько я помню. Потому что демка была очень давно. Еще в том году. Так. Кислородный баллон. А я не то сделал, кстати. Это я кислородную капсулу сделал. Мне надо было кислородный баллон. Это у нас вот этот вот. Здесь бутылка воды. Значит, два кобальта, железо и магний. Поднемся на вас собирать. Так. Это железо. Железо. Кобальт. Кобальт. Это у нас лед. Не особо много места, конечно, но... Сойдет. Так. И магний. Это кремний. Осталось только понять, как найти магний. Это титан. Хм. Это тоже железо. Пока что-то отличительное я не вижу. Только вот это вот что-то новенькое, да? Вот он, магний. Кислород заканчивается. Ну, мы сейчас сюда добежим. Опа. Все. Кислород есть. Значит, создаем кислородный баллон. И сразу его экипируем. Есть такое дело. 145 у нас с вами кислорода доступно. Дальше. Микрочип. Стрательство. Два кремния и два магния. Кремний. Значит, это вот у нас с вами кремний. Есть такое дело. Два кремния, два магния, да? Так, вот, кстати, ящички есть. Может быть, что-то ящики полезное. Про откуда взялись эти ящики, тоже непонятно. Во, как раз. Я пока не буду сюда брать ресурсы, потому что мне потом их девать некуда будет. Отлично. Так, изготавливаем, значит, микрочип. Сразу надо будет его экипировать. Итак, наша с вами сдача изготовить жилой отсек. Осталось так понять, как это дело строить. Вот он. Режим строителя. Ну, я только могу выбирать, а как строить. Ага, через кью. Значит, жилой отсек. Нужно два железа и один титан. Титан я, кстати, видел. Сразу его соберу. И два железа, в принципе, можно пособирать вокруг, я думаю. Это будет более полезно. Есть такое дело. Итак, нужно понять, где мы с вами будем строиться. Наверное, немножко повыше поставим. Изготовить жилой отсек. Ну, пусть будет, наверное, вот на этой высоте. Единственное, что непонятно, почему он в воздухе висит, да? А можно тебя разобрать, чувак? Просто как-то логично, да, будет сначала сделать фундамент. Правильно. Мало кислорода. Назад бежим тогда. Хотя у меня есть кислородные эти. Баллончики. Так, а может быть, мы с вами создадим... Вот, микрочип-разборка. Кремний и магний. Давайте так и сделаем. Кремний и магний. Я, может быть, в ящике найду. Так, кремний. Угу. Чертеж возьму. Магний я здесь не вижу. Так, во-первых, давайте посмотрим, как работает он с фунами кислород. На правую кнопку мышки. Хорошо. Проблема в том, что у нас в миниат воды. Вот это вот плохо. По-моему, вода делается и железом. Поесть-то я смогу, а вот попить... Водички-то у нас в миниат в ящике. Да, водички нет. А, из-за льда делается. Отлично. Ну, правильно, логично. Откуда железом? Нехватка энергии. Какой энергии. Так, бутылочка воды. Хорошо. Сразу давайте ее использовать. И надо будет еще лед взять. Новых писем нет. Итак, еще раз. По разборке нужен еще магний. Так, магний, магний, магний. Далековато, конечно, магний находится. Есть такое дело. Я просто хочу разобрать капсулу. Да что за энергия-то? Выносливость, может быть, имеется в виду. Потому что я не вижу трекеровой энергии. Вообще никак. Так, микрочип разборка. Есть такое дело. Отлично. Надо будет разобрать. Мне не нравится капсулам. Так, ресурсы вернулись. Отлично. Создать могу. И давайте начнем с фундамента. Решетка. Пусть будет вот здесь вот стоять. Пусть будет повыше. Вот так вот. Отлично. Вот. Теперь на него уже можно будет поставить наш отсек. Было бы классно, если бы еще как-то он магнитился, что ли, к этой решетке. Отлично. Так, дверь жилого отсека. Железо, титан и, опять-таки, кремний. Так, кислород используем. Кремний. Так, вот, по-моему, у нас кремния не было. В ящике. А, был. Отлично. Есть такое дело. По-моему, строительство как-то было лучше сделано, потому что такого вот я не помню момента, чтобы вот это все дело криво вставало. Для меня это не очень понятно и не очень красиво. Есть такое дело. Единственное, что, получается, мне надо будет запрыгивать, да? Лестницы нет. Кислород сразу заполняется автоматически. Прикольно. Так, бур-1. Титан и железо. Да, у нас тут падение астероидов. Так, лед забери. Бутылочку потом сделаем. Прямо на меня летит этот, кажется, да? А? Нет? Нет. Красиво пролетел, но не ко мне. Так, забыл. Титан железом. Пошли искать. Кстати, рядышком упал. Падут еще продолжают. Титан. Железо. Так, подожди. У меня заканчиваются уже кислородные эти капсулы. А, все есть, отлично. Давайте ставить пока недалеко. Ну, что он такой кривой был. Вот как-то более-менее. Так, теперь нужна, получается, ветряная турбина. Чисто только одно с железом. Ну, пусть будет наверху. Так, пошел работать бур. Заготовить экран терраформинга, чертежей, нагреватель, флоростенд и экран прогресса. А есть какие-то лестницы? Есть. Железо нужно еще одно. Так, кремния соберу. Кислорода мало-плохо. Пошли накачаемся. Так. Значит, мне нужна лестница, чтобы нормально подниматься. Подниматься. Осталось только понять, как ее опустить еще. Ну, более-менее меня устраивает. Пусть будет так. Хорошо. Нам нужно изготовить экран терраформинга. Нужно еще одно с железом. Так, что у нас там по этому? Может быть, просто пособирать уже все, что у ящики есть, чтобы к нему не бегать лишний раз. Все забрал. Интересно, ящик можно разобрать? Можно. Отлично. Железо еще получил добавок. Прекрасно. Не могу понять, то ли темнеет, то ли что. Так. Изготавливаем экран терраформингом. Ну, я планирую, наверное, расширяться в эту сторону. Поэтому я поменяю этот экран сюда. Так. А если возьмешь как-то побыстрее покрутить, нет? Есть такое дело. Значит, кислород у нас 0, тепло 0, давление 23 нано-паскалем, треформирование 24Т. Так. Экран чертежей. Нужен кремний опять-таки. Так. У меня фонарик есть. Микрочип фонарик требуется. Это не очень хорошо. Так. Лед у меня есть. Еда вроде была. Вот. Кислородного баллончика нет. У меня просто не хватит местом. Так. Так. Первое. Это вода. А, нужно 2 кобальта. Так. Ладно. Это титан. Это не то. Кобальт есть. Мне, получается, нужно будет кремний найти. Есть такое дело. Так. Наверное, поедим, да? С едой пока... А, кстати, мы еду, по-моему, не можем пока изготавливать. Да. А микротип фонарик мне некуда просто тупо поставить. У меня нет столько ячеек. Только, получается, снимать какой-то чип. В принципе, как вариант, можно будет менять местами разборку и фонарик. Но на него требуется магний и кремний. А мне нужен так кремний. Так. Сколько, получается, требуется? Один кремний и два магния. Пошли искать. А это железо. Так. Мне нужен, получается, еще один кремний. И два магния. Так. Кремний есть. Магний тоже есть. Так. Сразу надо, получается, попить водички. Так. Места хватит. В принципе, хватит еще под один баллон кислородный. Нужно будет два кобальта собрать. Так. Так. Изготавливаем кислородный. Льда нет у меня, да? Чтобы еще одну воду сделать. Но... Лед пока есть. Вокруг. Пока меняем местами. Отлично. Экран чертежей. Для этого дела у меня все есть. Ой, какой маленький у нас получается, да? Экран чертежей. Может быть, его куда-то сюда получится? А, нет. Здесь везде все зарезервировано. Здесь не получится. Подожди. Он, получается, на какой-то только стол крепится. А, во. Через контрол. Отлично. Да, его только, получается, на какой-то стол. Но у меня вроде как стол... А, нет. Стол у меня есть. Смотри. Два железа. Ну, пусть будет здесь стол стоять. Получен чертеж баллона Т-2. Неплохо. Экран чертежей. Ну, пока пусть здесь постоит. В принципе, прогресс троформирования я и так вижу. У меня отображается он. Есть такое дело. Так. Вроде как разблокирован... Вот он, кислородный баллон. И расшифровать чертеж, кстати. Сапоги ловкости. Ммм. Мне бы костюмчик. Вот это было прям хорошо. Так, кислородный баллон. Ну и как его создать? Пока непонятно. Так. Нагреватель и... Флоростент. Нужен иридий. И кремний. Иридий пока я не находил. Флоростент я могу сделать. Нужен только магний и лед. Вот. Нужен, получается, еще верстак Т-2. Это все у нас пока не требуется. Хотя нет. Нам требуется уже, получается, еще одна решетка, чтобы можно было сделать... Продлить площадку. Ну, строится, конечно, очень фигово. Мне не нравится. Некрасиво, да? Вот вообще некрасиво. Ну, никак. Со стройкой, мне кажется, могли бы уже поработать. Чтобы оно как-то магнитилось нормально, красиво становилось. Опять какая-то аномалия идет. Я ничего не понимаю. Что не так? А, только вот так вот нужно. Сцепка вот такая вот идет. Отлично. Вот, уже получше немножечко. Ну, нагреватель я не могу сделать, потому что я пока еще не находил иридий. Мне нужно сейчас сделать это 100% верстак и флоростент. То есть мне нужно будет два железа. Один кремний, один лед, один магний. Пошли искать. Так, лед есть. Бутылочка воды есть. Кислород у меня, в принципе, есть. Два железа. Один кремний. Один магний. И два железа. Есть такое дело. Так, еще есть. У нас с вами получается изготовить экран прогресса. Но экран прогресса я пока не вижу. Есть энергопотребление. Но его потом. Так, сначала верстак. По-любому сначала найдет верстак. Отлично. Вот. Теперь уже, получается, можно будет создавать кислородный баллон Т2. Требуется кобальт. Еще один магний, титан и кремний. Блин, жалко, что как-то здесь не показывается, да, что требуется. Кобальт, титан и кремний. Так, возьми еще на всякий случай лед. Чтоб можно было водичку сделать себе. Интересно, а вот эти вот капсулы, по-моему, капсула не разбирается. То есть я могу ящик разобрать, а вот капсула не разбирается. Титан не нашел, блин, точно. Титан не нашел. Есть такое дело. Изготавливаем. А, он сразу помещается ко мне. Отлично. Есть у нас экзоскелет. Вот, количество ячеек под оборудование. Нужен еще один титан. Кремний и магний. Плюс еще я пока воду сделаю себе. Еще одну. Значит, кремний, титан. И магний. Я осталась только магний найти. Да что за нехватка энергии-то? Где она отображается? Я не вижу просто энергии, где у нас. Так, изготавливаем экзоскелет. Так, а если вот так? И вот так? Вот, теперь можно. Теперь можно все это дело добавить. И у нас есть еще два места. Хорошо. Можно сапоги влечь в скорость перемещения. Но тут нужна ткань, которую пока я тоже не находил. Алюминий тоже пока я не находил. Так, то есть получается нам с вами найти еще нужно иридий. А, флоростен тогда создаем. Нужен еще один магний. Приходится все дальше-дальше бегать. Потому что вокруг ресурсы уже пособираешь и все. Это кремний. Мне нужен магний. Да что за энергия-то? То есть я нажимаю на shift, он как бежал, так и бежит. Ничего не поменялось от этого. Что за энергия? Непонятно. Так, создаем, значит, флоростенд. Давайте, наверное, создам еще и кран энергопотребления, чтобы понимать. Нужен кремний и магний. Еще один. Кремний и магний. Так, что там с местом? В принципе, место есть еще. Попил, поел. Давайте тогда заберем все с капсулы. И попробуем ее разобрать, если получится. Потому что, в принципе, она уже нам не нужна. Семечко взяли. Разборка. Есть такое дело. Это разобрать, кстати, нельзя. И капсулу тоже разобрать нельзя. Ну окей. Итак, экран энергопотребления. А, он тоже маленький. Блин, ладно. Так, потребляем 2.3. А у нас только 1.2. Круто. Нам, по идее, нужен еще один. Еще одна ветряная трубина. Допустим. Давайте посмотрим теперь, сколько у нас получается. 2.4 производим. Но сейчас что-либо поставим, у нас все. Ничего не будет производиться, да? Так, открыть. Поместить. Процесс пошел. Процесс пошел. Еще смогу создать? Нет. Требуется железо еще. Просто что-либо сейчас поставим, да? У нас опять не хватит энергии. Есть такое. Изготовить экран прогрессом. Где его взять? А, вот экран прогрессом. При 2НК. То есть при тепле. То есть когда будет с вами тепло, это скорее всего, когда мы с вами сможем поставить нагреватель. Так, ну тут надо уже готовиться, получается, к вылазке мы с вами. Значит, у нас, в принципе, вода есть, еда есть, 2 кислородных баллона есть. Попытаемся сейчас куда-нибудь дойти. Карты у нас с вами никакой нет, к сожалению. На верстаке я пока изготовить ничего не могу. Но пошли туда искать. Значит, получается, нам с вами нужно найти иридий. Либо в ящиках, либо... Где-то должны быть залежи иридия. Так, вот, по-моему, у нас у меня ящик впереди. В принципе, игрушка интересная. Мне она понравилась, когда еще дымка проходила. Так, бутылочка воды. Еду трогать не буду. Титан. Кремний. Магний. Пока все, нужно найти иридий. Ну, возможно, его здесь и не будет, этого иридия. Но, блин, по-любому я должен где-то недалеко найти. Со своим объемом кислорода, который у меня есть, я должен по-любому где-то найти его недалеко. Но я не помню где. Кислород кончается очень быстро. По-моему, два кислородных баллона никак не увеличивают вместимость. Можно, конечно, попробовать найти два кобальта. И посмотреть, увеличится ли объем. Я вот не помню, по-моему, по-моему, все-таки давал увеличение объема кислорода. Но это не факт. Но мы сейчас это дело потестим. Мне, по идее, надо туда наверх идти. Там я точно найду иридий. Туда, конечно, идти далеко. Значит, изготавливаем кислородный баллон. Значит, вместимость у меня сейчас получается 200. А, он даже его не ставит, по идее, друзья. Он просто на всего его не ставит. Так, а если я его разберу? Нет, разобрать я его тоже не могу. Жаль, жаль. Так, ящик могу сделать? Не могу, требуется железо. Мне, по идее, нужны пустые руки, чтобы можно было пособирать. Поэтому мы сейчас тут ящик своим поставим. Пусть здесь будет стоять этот ящик. Так, пока поскладываем, получается, еду я сейчас съем одну. И больше мне, по идее, она не нужна. Кислородный баллон 100% нужны. Воду сейчас я использую. Так, чип, кстати, да. Мне надо будет сейчас чип еще использовать. На станции чертежей расшифровать. Скорость добычи. Ну, блин, не особо сильно сейчас и важно. Время добычи руды. По идее, это полезно, но... Че там требуется-то? Магник, ремни, алю... А, ну алюминий я не находил, поэтому это бесполезно. Так, так и... Вперед. Попробую добежать. Нужен поедать какой-то... То ли обходной путь. Так, вот еще один ящик. Глянем, что здесь. Так, это я забрал. Магний, магний. Кремний. Железо. Все остальное брать пока не буду. Там, по-моему, тоже нет кислорода. Поэтому, блин, тут надо следить за своим делом. Чтобы кислород был. Так, а если я вот это дело буду разбирать, это можно будет разобрать? Тоже нельзя. Мне, по идее, сейчас нужно 100% этой риди найти. Хотя бы для начала его найти. Так. Так. Блин, просто кислород уходит на ура. Так, фонарик включай. Потому что здесь темно. Семена баклажана пока не буду. Алюминий ткань возьму. Кислород уходит. Да я вижу, что мало кислорода. Просто тут, конечно, фонарик. Он остальное желать лучшего. Так, разобрать. Железо получил. Вот вам, пожалуйста, и иридий. Хорошо. Еще один микрочип. Это тоже поинтереснее. То есть, в принципе, можно будет разбирать старые, да, если находить здесь. И вот, пожалуйста, иридий я нашел. Могу поставить, соорудить. То, что можно разобрать, получается, подсвечивается. Так, то есть осталось, получается, у нас с вами баклажаны и космопаек. Не так сильно это и важно, конечно. Просто мне не хватает места. Я бы, наверное, взял еще иридий, если смог бы его найти. О, да, иридий есть. Это у нас бутылочка воды. Ну, баклажаны есть отлично. В принципе, хоть какая-то еда. Но сейчас уже пора валить, потому что мне баллона не хватит. Нужно увеличивать вместимость нашего рюкзачка. Так, процесс у нас 275. Хорошо. Так, подожди, не то. Есть кислород. Так, а если я сейчас отсюда спрыгну? Я потеряю здоровье? Здоровье. Ну, вроде нормально. Просто как такового здоровья я у себя не вижу. Потому что здоровье, оно так же, как и голод. В одной месте ячейки находится. Поэтому тут, конечно, вопрос. Окей. Нагреватель могу ставить, по-моему, я только здесь у себя. Не имеет никакого направления. Просто нагреватель и все. Есть такое дело. Так, что у нас там по прогрессу? Тепло пошло. Мне нужно 2. 0.30 в секунду. Это очень мало. По-любому надо будет ставить несколько. Но, в принципе, мне хватает. О, Т2. Есть рюкзачок. Хорошо. Нужен титан. Я как раз его и не брал, да, титан? А, он, блин. Вот я не люблю в играх, когда связано с крафтом, что у тебя есть ящик. Но он никак не связан со своим верстаком. Блин, это так нелогично. Просто кошмар. Но почему нельзя сразу? Рюкзак Т2. Есть такое дело. Так, у нас есть 2 чипа. Сапоги Т2. И компас. Ну, компас... Я находил только один алюминий. Я лучше пока его сэкономлю. Единственное, что вот на ловкость, конечно, было бы прям очень полезно. Но нужно еще от ткани, нужно еще алюминий. По-любому. Так, экран прогресса я пока изготовить не могу. Ну, тут только получается сейчас идти. Флоростент Т2 откроется на 500-ка. Да, тут надо только увеличивать, получается. Ну, строить получается еще один бур. Да. В принципе, я могу поставить еще один нагреватель. Чтобы у меня их было 2. Будем ставить с этой стороны. Нехватка энергии. Вот, пожалуйста. Приехали. Отлично. Ну, ветряки, конечно, да. Было бы классно, если была бы солнечная панель. Но пока она недоступна. Кстати, скоро откроется у нас с вами окно. Ну, вот уже прогресс пошел. Ну, есть пока я не буду. А вот попить, наверное, надо будет взять с собой. Так, у меня нет льда, поэтому надо будет сейчас лед взять. Вот, кстати, процесс разбора, наверное, чип можно будет сейчас взять. Вот, есть окошечко. Хорошо. Отлично. Это мы использовали. Ну, тут требуется дофига ткани. Что-то у нас с вами растет. Хорошо. Железо, магний, кремний взяли. Мы бы что-то вот это сможем изготовить. Нам по-любому нужна сейчас еще одна ветряная турбина. Без нее никак. Энергии у нас с вами маловато. Запаса никакого нет. Сейчас уже хорошо. Сейчас уже хорошо. Нам по-любому надо будет сейчас выйти сюда, поэтому требуется тепло. Хорошо. Так, давайте посмотрим по поводу скорости добычи. Все есть у меня. Хорошо. Придется потратить, конечно, алюминий. Но скорость добычи у нас есть. Опять погода испортилась. Чтобы поставить бур, требуется титан и железо. Так, вот теперь титан плохо виден. Так, давайте, наверное, тут все собирать, чтобы ящики можно было разбирать сразу. Так, вот я вижу титан. Пособираем парочку. О, надо же серию заканчивать. Так, интересно, есть как это отображается? Прочность базы моей нет. Никак не отображается, да? Два бура есть. Пока энергии хватает. Отлично. Отлично. Рюкзак мы с вами сделали. Но пока ничего не открылось, есть окно. Но, в принципе, мне хватает. Давайте сделаем где-нибудь окно. Почему бы и нет? Допустим, вот сюда. Вот хоть можно было красиво посмотреть. Так, а кровать я делать не могу, потому что все равно мне не хватает ткани. Диван. Это все, конечно, хорошо, но это нужно отдельно для этого комнаты. Нужно... Не вижу смысла. Надо будет сейчас догулять до базы. То есть, соответственно, нужно будет еще у нас сделать кислородные баллончики. Кобальт нужно прям в большом количестве. Так. Вот это дело мы с вами повыкладываем. А, это я, наверное, потом использую еду. Это выложили все. Воду использую. Сейчас еще одну бутылочку создам. Так. И нужно будет кобальт. Мне надо, как минимум, 4 его собрать. Чтобы хватило запаса. А лучше 6. Чтобы было 3 баллона. Давайте еще все-таки сделаем 3 баллона. Тогда нам точно хватит подольше походить. По той базе. Даже, наверное, 4 сделаю, блин. Продолжение следует... Отлично. 4 есть. Значит, используем бутылочку воды. Еду. И вперед. Надо будет тогда там все, получается, собирать. И семена сразу собирать, чтобы уже туда, получается, не возвращаться. Блин, и, конечно, все вот прельщает, но... Мне бы сейчас собрать еще бы... Как он там назывался-то у нас? Иридий. Чтобы потепло быстрее выйти. Вообще, залежи иридия должны где-то быть, но это надо будет далеко ходить. Пока ближайшие-то только вот такие вот разбитые корабли. Только там искать. Собираем тогда, получается, сейчас все на данном этапе. Чтобы уже не возвращаться. Допустим, этот ящик. Все собрали. Ящик разобрали. Маленький ящик я не разбирал. Отлично, молодец. Так, что у нас здесь? Собираем, собираем, собираем. Подожди, это разбирается? Чип разборки Т-2 требуется. О, вот этого, кстати, интересно не было. Так, кислород. Восполнили. Шкафчик для скафандра. А в чем разница? Что происходит? Алло. Ничего, не понял, какой-то непонятный прикол. Но я пока брать ничего не буду. Да ладно, этот скафандр пусть остается. Мне бы сейчас здесь найти бы иридий. Так. Берем то, что мы с вами не сможем нигде пока найти. Это, кстати, тоже полезная вещь. Надо бы пособирать их. О, уран есть иридий. Главное, чтобы не было у меня радиации. Я не получил от этого урана. Да, у меня уже не влазит. Но тут нагреватель Т-2. Я его смог разобрать. Отлично. Красавчик. Правда, его собирать никуда. Используем еще один кислородный баллон. Эх, иридий прям много, да. Ну вот, с этим проблемы, да. Нужен еще ящик. Так, тут целое письмо какое-то. Грузовой корабль «Серелла-4». Журнал «Бортмеханика». Запись номер 436. Сегодня утром на 17-й день перелета к «Стигмару» корабль по непонятной причине вышел из гиперпространства. Инструменты навигации показывали черт знает что, и все приборы и механизмы остались без питания. Как будто что-то его высосало. Готовимся к аварийной посадке на этой планете, которой нет в каталогах. Не знаю, что нас ждет. Похоже, на поверхности бушует буря. Надеюсь, выживем. Ну, судя по всему... Ой, чип, блин. Как заманчиво, как заманчиво. Здесь очень много всего поет. Вот, теперь еще иридий. Давай, наверное, я... Вот это вот повыкладываю. Возьму еще и алюминий, и еще иридий возьму. Солнечная панель есть. Хорошо. Так, это... Генератор. О! А что он дает? Что я сюда должен положить? Пока не ясно. Суперсплав. Для передовых технологий. Я бы взял бы, конечно. Я, наверное, выложу железо. Возьму тебя. Использую кислород. И свалю. Потому что у меня остался последний баллон. Я тут нигде не выживу потом. Но я тут надеюсь, что ресурсы у нас никуда не денутся. По-любому останутся. Но надо уже возвращаться. С данным кислородным баллоном далеко не уйдешь. А таскать с собой постоянно баллончики тоже вообще не вариант. Но тут, по-моему, у нас требуется какая-то, может быть, шахта. А, он начинает плавиться при 100 НК. И там тогда могу собирать новые ресурсы. Здесь не шахта требуется. По логике, наверное, какая-то должна быть шахта. Потому что на вот этих вот ресах собирать, бегать, это тоже не вариант. Много не пособираешь. Но, в принципе, заход был хороший, продуктивный. Тем более мы с вами можем теперь сделать солнечную панель. Но, опять-таки, пока есть солнце, энергия будет. Как солнца не будет, энергия пропадет и все. И каюк. Ничего работать не будет. То есть, все равно мы не сможем до конца избавиться от ветряных этих. То есть, нужно комбинировать и так, и так. Окей. Давайте создавать тогда, получается, еще один нагреватель. А кремень нужен, да? У меня кремень есть? Кремния я пока не вижу. Так, выложу тебя. Выложу ткань. Пойдемте быстренько найдем кремний. Кремни wielолём. Продолжение следует. Они просто добрались. Кремния. Кремни cautious. Скажем. есть такое дело могу создать еще один нагреватель и у нас проблема с электроэнергии так кремний и 2 кобальта пошли на и поищем блин вроде все есть да но не то что нужно кремний и 2 кобальтам 2 кобальта есть нужно кремний соответственно еще не работает дата у нас и не идет прогресс по терраформированию отлично питание пошло чё с энергией ну запас прям большой флорастент т2 разблокировался нас с вами что он требует для себя два льда железо магний кремний пойдемте поищем сразу кремний и два льда смысл оббегать так собирать ресурс блин железо собрал зачем там я не вижу потому что это надо ставить за миллион ящиков тут принципе сбегал пособирал и нормально вот вода кончится это плохо есть у меня баллончики с водой есть еще пока нормально живем пока живем но опять-таки вариант если на дальние походы идти то где-то строить получается временные базы да то есть дошел до какого-то время интересного места построил там базу пособирал ресурсы и бегать но блин бегать между базами тоже не вариант не особо сильно оптимальный так отличным у меня есть такое дело хорошо так вот ведь уже места нет получается баклажан конечно мало можно выложить гидропонный модуль но гидропонный модуль по-моему я не разблокировал это внутренняя лестница вот он аж где выращивать еду пока еще нам далеко ватом опять падут астероиды о все надо заканчивать серии друзья ладно вот такая вот игра кого заинтересует ссылочка на грубо писание под видео на сегодня все так что подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии вступайте вконтакте венды за на рутуб для ссылочки под видео своем за бабай спасибо за просмотром увидимся в следующих играх всем удачи ребята всем пока